здравствуйте дорогие любители активного отдыха с вами канал не дня на диване и я маленький северяк итак первый элемент и главный наверное все таки в нашей одежде в которой мы выходим на склон это вот термоноски они даже помечены левой и правой буквами это на и и естественно нательное термоделье это станы то есть то что мы надеваем на ноги ну и вот в принципе второй элемент нашей теплозащиты внутри такое покрытие вот это термобелье выбираем по бюджету даже самое бюджетное термобелье будет себя оправдывать уже для многих не секрет что термобелье это очень хорошее изобретение вот оно пригодится не только на склоне в нем можно ходить гулять на охоту на рыбалку заниматься другими видами спорта это универсальная вещь в нашей одежде одевать термобелье не пожалеете не хотел ничего рекламирует но своему опыту скажу что вот лично я пользуюсь хоба про уже третий год не новое я доволен сейчас она стоит в районе полутора тысяч вот в принципе все поехали дальше где нам купить термобелье это естественно какие-то спортивные магазины но бывает такое что термобелье попадать в обычных магазинах для одежды где продают одежду повседневную ну естественно сетевые площадки не буду называть их для каждого сколько может быть есть уже излюбленные марки где они привыкли заказывать онлайн одежду там и все остальное так что никаких проблем нашли когда есть время заказали вам прислали одеваем поехали дальше штаны сноубордические вот на таких вот ямках очень удобно когда вот они вот так отщелкиваются штаны берем на свой вкус и цвет да вот это я тоже заказывал на онлайн маркет не платим штаны вот он замок карманчики весь карман вот много карманов но я считаю самый удобный карман это конечно вот куда можно положить мобильный телефон какие-то документы вот а более мы потеряем тоже такие вот боковые карманы здесь вот то есть очень много карман задние карманы вот пожалуйста вот очень удобно вот вот тут вот внутренняя штанина да должна быть вот чтобы снег не попадал не залетал вот все это защита от снега вот как одеть я потом отдельно покажу вот такие вот штаны молния все очень удобно ну единственное конечно наверно на морозе материал будет шуршать но это не критично вот вот выбираем также на в онлайн маркетах выбираем идем магазины рынке то есть сейчас очень огромное множество всяких магазинов покупаем согласно нашему бюджету вот но штаны это обязательно то есть чтобы они были у нас просторные не сковывают движения не трещали по шламке потому что ну много нужно будет присаживаться вставать падать снова вставать вот и просторные штаны широкие нам позволит делать это без проблем дальше поехали база у нас есть сама наша грелочка которая вот термобелье вот дальше будет зависеть от температурного режима на склоне от температурного режима от силы и скорости ветра то есть если будет более-менее тепло там минус пять то есть на термобелье можно одеть худи опять же смотрим по погоде то есть бывает что нам худи будет достаточно то есть тем более если мы где-то в южных горах катаемся куртка вот вот такую куртку можно одевать уже прямо непосредственно на термобелье то есть вот здесь защита опять юбка да которая защищает от попадания снега под куртку вот тоже вот здесь удобнее сетчатый карман сюда обычно производитель говорит о том что туда можно положить очки вот наши зонолыжные ну вот этот карманчик я не знаю для чего может быть не знаю для заначки наверное для какой-то вот такая вот курточка ее про можно одевать на еще раз повторяю прямо на термобелье она теплая достаточно вот тоже здесь карманчик у нас сюда можно спрятать уже можно телефон вот вот это женский вариант куртка горнолыжная вот куртка горнолыжная погнали дальше комбинезон это вообще идеальный вариант а тем более для новичков то есть мы будем много падать комбинезоне мы можем полностью спрятаны от всех внешних факторов от ветра от снега от всего вот такое вот нутро у него комбинезона тоже очень много карманчиков тут вот обычно все это делает спрячут телефоны в любой карман удобно все то есть мы одели и полностью спрятаны от всех внешних воздействий погоды в комбинезоне то есть на сообщение вот здесь вот есть карманчик пожалуйста дискипаз все кладешь его не паришься так все капюшончик отлично вообще отличный вариант верхней одежде хочу показать что есть альтернатива да я катаюсь вот такой курс вот производитель написал минус 35 кармашечек тут кармашки вот на молнии застегиваются да можно включить ключи спрятать так скипас и для скипаса вот боковой карман сюда кладем без проблем то есть тоже здесь карманчики очень я люблю карманы боковые верхние тут карманы то есть да единственное на этой куртке нет юбки от снега который защищает но это говорит не критично те штаны которые то есть можно купить штаны полукомбинезоном вот он нам заменит как раз с вот это куртка отлично подойдет к этим штанам вот такая вот куртка то есть она теплая ее также можно одевать прямо на термобелье на наше ну и естественно наше катание не будет комфортным без шапки перчаток это еще могут быть рукавицы баф ну или вместо бафа можно использовать вот такую то есть это тоже прикрывает лицо нос и рот в частности глаза у нас закрывают очки итак еще раз как мы одеваемся на склон это термоноски термобелье дальше одеваем одежду такую которая нам не будет сковывать наши движения просторную одежду в сильные морозы можно сделать три слоя одежды что может послужить третьим слоем какая-нибудь легенькая курточка из флиса идеально подойдет вот ну а так с одеждой в принципе можно комбинировать для тех кто не знает что такое бах показываю это вот такая вот чудо штука идет комбинация с шапкой и нам остается одеть только очки и мы готовы катать итак по одежде мы закончили переходим к экипировке теперь вы знаете как одеться на склон и следующий урок будет о том какая нужна экипировка подписывайтесь на канал бейте в колокольчик чтобы не пропустить следующий урок всем пока